Футбольные турниры между одесскими телевизионщиками с участием парламентариев и депутатов местных советов стали доброй традицией. Футболисты-любители стабильно собираются 3-4 раза в год и заряжаются положительными эмоциями на рабочие будни. В этот раз повод для встречи, недавний день спортивного журналиста и благотворительная миссия. Я хотел поблагодарить журналистов-репортера, Первого городского, Седьмого канала, своих коллег, которые сегодня пришли. И мы решили сыграть такой благотворительный турнир и договорились определенную сумму, чтобы не было политики, скажут об этом мои коллеги-журналисты, направить на помощь больным детям. Ну и получить удовольствие от футбола и так опосредованно пропагандировать здоровый образ жизни, спорт и все, что с этим связано. Еще раз большое спасибо за сегодняшний день и доставленное удовольствие. Призовой фонд составил 10 тысяч гривен. Деньги решили направить на лечение онкобольных детей. Благотворительную организацию и отделение гематологии детской областной больницы. Безусловно, важно и благотворительность, и спорт, скажем так, два в одном. Это прекрасная инициатива. Собираемся не в первый раз. Всегда интересно, как для любителей довольно высокий уровень участников. Плюс порадовали неожиданные результаты. Это была настоящая борьба на поле, настоящие эмоции. И несмотря на это, все эмоции остались на поле, скажем так. Дух соперничества, дух борьбы. Тут все-таки за полем, как и раньше, журналистское братство. Надо почаще собираться, почаще организовывать такие турниры. Потому что вот действительно такой эмоциональный всплеск, я думаю, в рутине журналистской деятельности нам всем нужен. Уверенную победу в турнире одержала депутатская сборная, в сухую обыграв команды репортера, первого городского и седьмого каналов с общим счетом 8-0. Второе место заняла сборная репортера, таким образом став лучшей среди одесских телевизионщиков. Это очень большой позитив, и это по-настоящему добавляет энергии, помогает и в работе быть бодрым. Только вот благодаря тренировкам, благодаря спорту, благодаря здоровому образу жизни, благодаря вот таким вот движам командным, я считаю, это очень нам идет на пользу. И нужно почаще собираться, почаще подключать еще и не только телеканалы, нужно и другие СМИ подключать, и пробовать собирать команды интернет-СМИ, пробовать радищиков, газетчиков. Кто желает, мы будем вот реально стараться максимально собираться и встречаться, проводить такие турниры, может быть не только по футболу, но и по другим видам спорта. Хочу поблагодарить журналистов за то, что они солидарны, не только за своими изданиями, но и на футбольном поле проявили очень, ну такую, скажем так, каждая команда сплоченность свою, но в то же время и дружественный характер по отношению к соперникам. Спасибо вам, что организовываете такой уже не первый год, да, это действительно очень, не то что объединяет, это вдохновляет, вот, ну, хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше. Если позволит рабочий график, журналисты снова соберутся на товарищеские турниры. Футболы и благое дело объединяют. Виталий Хеми, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».